Пусть плугами зовут нас городские чуваки, Но на это нам плевать, они сами дураки. Мы все механизаторы, и нам живется очень даже клево. А ведь мы любим плуги-вуги. Мы любим плуги-вуги. Мы любим плуги-вуги, мы тоска. Плуги-вуги каждый день. Здравствуйте! В эфире программа «Крестьянские беды». Сегодня мы обсудим такую проблему, как снегозадержание. Чего? Снегозадержание. Ну ты брякнул утюгом по чайнику. Задержание, это же у милиционеров. Ну а как? Не знаю. Снег-задержка. Ну а как вот сказать? Ну а я-то по чем знаю? Ну а ну вообще зачем надо? Ну чтобы снег на полях оставался. Ну идиотизм какой-то. Ну а как же потом по ним ходить? Вообще я не пойму. Сначала орут, чтобы везде снег убирали, а теперь давай его задерживать. И вообще вот как снег можно задерживать? Деревья сажать. Ну еще смешнее. Деревья задержат снег, так он и будет же на деревьях, а не на полях. Ну а если на полях сажать деревья? Ну так, да, это будут уже не поля, а леса, рощи какие-то. Ну здесь крестьяне что-то не додумали. Ну да. Снова нам придется за них думать. А то останемся весной без хлеба опять. Слушай, если мы сейчас немедленно что-нибудь не придумаем, они сейчас все как ломанутся... Ну не мешай, ну я же думаю. Ну ты думай. Ну я же думаю, ну мысль какая-то вертится. Да ты думай, думай. Я просто боюсь, что если они сейчас все как ломанутся, эти деревья свои сажать, кто коров-то будет доить? Коровы зимой спят. Ну доить-то их все равно надо. Слушай, а может поля клеем смазывать? Снег-то он как бы... Лаком для ногтей еще скажи. Ну и что делать? Ну не знаю. Все, шиндец. Голодать будем. Ой, ну и слава богу, подумаешь. А кстати, представляешь, я тут помирилась недавно, вообще у меня бедра на 2 миллиметра разошлись. Ну ты представляешь? Да ты что ужас какой-то. Ну ты совершенно за собой не следишь. Да ужас. Слушай, мне тоже бы тут надо немножко убрать чуть-чуть. А вот и хорошо, вот и поголодаем. А вот все и хорошо получилось. Да конечно, хорошо. Дай славу богу. До свидания, крестьяне. Землепашцы. Ку-ку.